Всем привет! Это видео обзор и анализ патча 1.7.2 для Fortnite Battle Royale. Если честно, я ожидал чего-то более глобального, но имеем мы то, что имеем. А перед началом ролика напоминаю, что я провожу стримы на твиче и ютубе каждый день в 18.00. Каждый стрим – это множество побед и еще больше фрагов, ведь никому не интересно смотреть на то, как человек 10 минут лутается по домикам у края карты, а потом прячется в кустах в ожидании топ-10. И первым делом – изменения в игровом процессе. Теперь вы можете переключаться между товарищами по команде во время наблюдения. На самом деле – ожидаемый фикс, ибо странно было отсутствие возможности сменить игрока, за которым наблюдаешь после своей смерти. Также исправлена ошибка, из-за которой вражеские игроки мгновенно появлялись, когда они выходили из-за объекта. Эта проблема часто возникала, если тени были отключены, что было у большинства людей. Это, я так понимаю, исправление моментов, когда не было анимации открывания дверей, и враг мог просто появиться перед вами. Довольно часто встречалась она в начале матча, после того, как игроки приземлялись. Исправлена ошибка, которая позволяла игрокам прыгать бесконечно. Лично я этой ошибки не заметил за все время с релиза, но любой фикс багов – это замечательно. Исправлена ошибка, из-за которой нокнутый персонаж активировал прыжковые плиты. Похоже, было исправлено в прошлых патчах, когда упавший, но недобитый враг мог прыгать на покрышках. Исправлена проблема, из-за которой иногда не появлялись маркеры попадания на перекрестии прицела. Это весьма нужный фикс. Далеко не всегда удается фокусироваться на цели после выстрела, а анимации попадания на прицеле не срабатывает. Из-за чего в некоторых моментах у вас не было достаточно информации о состоянии противника. Теперь к фиксам, связанным с оружием и боеприпасами. Средний набор боеприпасов увеличился с 10 до 20 патронов. Весьма нужный ап, так как даже в соло режиме часто ощущается нехватка патронов, если вы никого не убиваете, пополняя запас от лута врага. Допустим, я всегда почти играю от завода и часто бывает, что после всех перестрелок я ухожу оттуда с 30 патронами в обойме и еще 30 в запасе. Если для соло режима это еще терпимо, то в складах нехватка патронов ощущалась куда острее. Как по мне, в режимах складов множитель всех выпадающих патронов, за исключением ракет, должен быть хотя бы x2. Шанс спав на ракет, имеется ввиду боеприпасов, уменьшили на 25%. Не то чтобы и сильный фикс, но ракеты перестанут по кд выпадать из ящиков с патронами и сложнее будет насобирать 30-40 ракет к лейту и, имея ракетницу, аннигилировать врагов спамом из нее. У ногнутых игроков больше не отображается их оружие. Я вообще не думаю, что это важно, но видимо важно. Фиксы управления. Добавлены новые слайдеры и чувствительности в параметрах игры. Удалено сглаживание мыши. Игроки теперь могут наклонять камеру выше и ниже, чем раньше. Впрочем, это очевидные фиксы, разбирать тут особо нечего. Производительность. Уменьшено время, необходимое для загрузки на карту из игрового лобби. Общее улучшение времени загрузки и частоты кадров. К сожалению, ситуация это не исправит. Люди с морально устаревшим железом продолжат ныть в комментариях и спрашивать, почему же на их пеках прямиком из года сгоревшего сентября все лагает. Тут же мультяшная графика, а значит должно пойти даже на моей кофеварке. Но у людей с ввиняемыми пеками ситуация в принципе становится только лучше от патча к патчу. Увеличено расстояние, на котором можно услышать звук. Вот это уже серьезные геймплейные изменения. Дело в том, что размер карты и так невелик. И любую перестрелку можно услышать на расстоянии почти квадрата от вас. Теперь вслышимость будет еще выше, а значит еще выше вероятность того, что после успешного файта вас могут добить. Поэтому настоятельно рекомендую не лутаться сразу после перестрелки, а отличиться по возможности, предварительно отстроив себе небольшой сарай. На этом список изменений подходит к концу. Лично я ожидал фиксов оружия в первую очередь. М16, скары крайне ненадежное оружие, которое не гарантирует первое попадание. А именно первое попадание и нужно большинству людей. Ситуация такова, что я вообще не беру даже легендарный скар, предпочитая ему белый калаш, так как у него первый выстрел практически гарантированно настигнет цель. Необходим фикс дробовиков, которые по мощности в клоузеринже сравнимы с РПГ и АВП. Только вот в чем смысл? РПГ найти не так уж и просто. А чтобы попасть в голову и убить залитого на фулл энеми с АВП, нужно весьма сильно постараться. Чего не скажешь о дробовиках, которые практически гарантированно ваншотят игроков, которые имеют чуть меньше чем 100-100, так как самый популярный автоматический дробовик спокойно наносит 175 урона при выстреле в голову. Опять же, объемный звук. Не устану повторять, что в соревновательной игре должен быть объемный звук, иначе игра так и останется аркадным батл роялем на фоне остальных игр этого жанра. Ладно, закончим на этом мой спич. С вами был Ханзу Мейнер. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на стримы. Всем спасибо за просмотр, до новых видео и пока! Субтитры сделал DimaTorzok